В Твери состоялся прямой диалог между властью, правоохранительными органами и предпринимательством. Форум «Бизнес и власть. Откровенный разговор» завершился накануне. О том, как прошла встреча в нашем материале. Форум «Бизнес и власть. Откровенный разговор» является уникальным. Такое прямое общение с первыми лицами области, руководителями ведомств, региональными властями, федеральными структурами не выстраивается больше нигде. Этот формат уже давно востребован. Сегодня приглашены все муниципальные образования, те, кто направил делегации, тоже идем в регистрацию. Лидеры общественных объединений от самых крупных до самых небольших, объединения работодателей. И приглашены руководители органов исполнительной власти, местных самоуправлений и правоохранительных органов. Впервые в проекте принимала участие прокуратура Тверской области. В текущем году ведомством было выявлено более 1700 нарушений против предпринимателей. Сотрудники прокуратуры, как и Антон Стамплевский, постоянно находятся на контакте с представителями бизнес-сообщества, решают насущные темы, рассматривают заявления о нарушении прав. Вопросы поступают самые разные, в том числе и связанные с уголовным преследованием бизнеса, связанные с оплатой по государственным и муниципальным контрактам. Есть проблемы при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями у бизнеса. Ведомство всегда на контакте с бизнесменами региона. Каждый первый вторник месяца в любой прокуратуре в муниципальных образованиях – это специальный день для предпринимателей. Это указывает на то, что коммерсанты начинают доверять представителям правоохранительных органов и понимают, что взаимодействие с ними – это большой плюс. Вот такая встреча, она проводится первый раз. Цель, наверное, из первых уст услышать те вопросы, может быть, беды, какие-то, не знаю, актуальные темы, которые волнуют субъектов предпринимательской деятельности, постараться совместно выработать в пути их решения. Если вопрос не требует проработки, я думаю, прокурор области обязательно на все вопросы ответит. А если требуется провести проверку, безусловно, нам будет дано соответствующее поручение. Мы в кратчайший срок проведем надзорные мероприятия и, соответственно, результаты уведомим и предпринимателя, задавшего вопрос, и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Региональный форум собрал более 300 человек. Они принимали участие в диалоге, целью которого было выслушать все точки зрения в вопросах развития бизнеса в области его защищенности и открытости. Слушателями стали не только коммерсанты, но и руководители ведомств. Например, форум заинтересовал начальника Тверского УФАС. Мы на этом мероприятии планируем, собственно говоря, послушать, какие есть проблемы у предпринимателей, какие-то вещи отметить, обязательно ответить на вопросы, если они также будут заданы, и помочь бизнесу прозрачно и в равных условиях работать на различных рынках. Я буду помещать все основные тезисы и вопросы, и мы будем думать над улучшением предпринимательского климата в Тверской области. Традиционный форум теперь начнет работу лишь в 2020 году, однако к диалогу на постоянной основе готовы все участники прошедшей встречи. Обратиться с проблемами и вопросами можно как к уполномочному по правам предпринимателей Тверской области, в региональную прокуратуру, а также в антимонопольную службу Верхневоложья. Субтитры создавал DimaTorzok